Славинский район уверенно входит в пятерку лидеров среди районов Краснодарского края по организации спортивно-массовой работы. В нашем районе более 300 спортивных объектов, среди которых плавательный бассейн, стадионы, футбольное поле, легкоатлетический манеж, скейт-парк, спортивные площадки. Активно развиваются и спорт шаговой доступности, ремонтируются школьные и спортивные залы. О новом спортивном объекте, который открылся в районе, узнаете в репортаже моих коллег. В этом году спортивная база района пополнилась ещё одной многофункциональной спортивной площадкой, которая открылась в посёлке Целином. Со значимым событием всех присутствующих поздравил заместитель главы района Сергей Позняков. Выражаю уверенность в том, что спортивная площадка позволит улучшить физическую подготовку учеников школы, а жителей посёлка стимулирует для того, чтобы они уделяли своему здоровью больше внимания и вели здоровый образ жизни. Строительство спортивной площадки стало возможным на условиях софинансирования из краевого и районного бюджетов, благодаря действию краевой программы развития физической культуры и спорта. Общая сумма вложенных средств – 4,5 миллиона рублей. Это большой подарок для всех жителей, отметила глава Целинного сельского поселения Ирина Пижанова. Данная проблема у нас стояла 6 лет на контроле в администрации. Никак мы не могли попасть в программу по развитию нашего спорта в поселении. У нас не было такой красивой большой комплексной площадки. И теперь, благодаря тому, что администрация муниципального образования «Славянский район» попала в краевую программу, спасибо губернатору, спасибо Роману Ивановичу Сенеговскому, жители нашего поселка получили долгожданный подарок – эту большую, красивую, многофункциональную площадку. Площадка расположена на территории школы номер 23. На ней уложено специальное современное покрытие. Площадка разделена на две зоны. На универсальном поле можно заниматься футболом, волейболом, баскетболом. Часть территории занята под спортивные снаряды, рассчитанные на любой возраст. Здесь могут заниматься спортом как молодёжь, так и жители старшего возраста. Рядом с тренажёрами расположились удобные скамейки. Новая спортивная площадка ежедневно будет открыта для посетителей, что, несомненно, радует жителей посёлка. Эта площадка для жителей посёлка Целинова очень важна. Мы долго этого ждали, в течение шести лет обещали, и наконец-то это свершилось. Вся молодёжь будет каждый вечер приходить теперь, заниматься, будем играть в футбол, достигать новых целей в спорте. И, конечно же, ставить новые рекорды для школы. Ну, все будут сильнее гораздо и более увлекаться спортом. Сразу после открытия каждый из присутствующих с удовольствием осмотрел новый спортивный объект и тренажёры. В 23-й школе к началу учебного года был капитально отремонтирован и спортивный зал. Теперь у жителей посёлка, а это порядка двух тысяч человек, из которых 500 – дети и подростки, появилось два современных, комфортных, хорошо оснащённых спортивных объекта. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События». Калинина, Александр Косицын, программа «События».